Начинаем наш вебинар. Еще раз добрый вечер, меня зовут Сергей Мартынец и со мной также моя супруга Виктория. Мы строим бизнес ЛР уже полтора года. Мы сейчас открыли квалификацию лидер группы и планируем ехать в мае уже на 30-летие компании ЛР. Мы очень рады этому, потому что это будет незабываемое событие. И, конечно же, нам очень хочется повидаться, особенно моей Викторией, хочется повидаться с Брюсом Виллисом и со звездами. Я жду с нетерпением новых продуктов, новую линейку продукции, которую будут презентовать 8-9 мая в Германии. Поэтому в двух словах о себе рассказал. В прошлом я бармен и сейчас у меня есть небольшой свой бизнес, который мне приносит деньги. Но параллельно с этим бизнесом мы строим бизнес ЛР и сегодня речь пойдет как раз о нем. Ну, прежде всего, перед тем, как говорить о нашем предложении, я бы хотел поговорить вообще, зачем нам нужен доход. Я знаю, в этом чате есть люди, которые хотят путешествовать. Им нужны деньги прежде всего на путешествия. Есть такие? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Есть, я вижу, есть такие люди. Здорово, мне тоже очень нравится путешествовать. А есть такие люди, которые хотят себе новый автомобиль. Может быть, Мерседес. Может быть, какую-то другую марку. Мы недавно посмотрели ролик с новой Тесла. Мне очень понравилось и мне очень захотелось бы приобрести такой автомобиль. Отлично. А может быть, кто-то хочет помочь своим родителям или, может быть, дать образование детям. Может быть, кто-то хочет построить свой дом или просто улучшить свое жилищное состояние. Как раз для этого всего нам и нужен доход. Конечно, мы не зациклены на деньгах, да, но в современном мире никак нельзя прожить комфортно, нельзя прожить без денег. Поэтому сегодня, конечно, прежде всего речь пойдет о деньгах. Каким способом можно создать доход? Ну, первый, наверное, самый популярный, это, конечно же, наемный труд. Да, это работа по найму, то есть это большинство людей у нас, в наших странах, они как раз зарабатывают таким способом. Это нормальный способ. Я считаю, что ничего здесь плохого нет. И, в принципе, на каком-то этапе своей жизни я также работал по найму. И я понимаю, что это очень хороший опыт. Но мне кажется, проблема, если вы это ставите, скажем так, на всю свою жизнь. Если вы планируете всю свою жизнь работать по найму, то, скорее всего, вряд ли вы сможете достичь тех финансовых благ, о которых мы говорили в начале. И, опять же, говорю, вряд ли, потому что есть люди, которые, работая по найму, зарабатывают очень хорошие деньги, да, но, к сожалению, у них тогда нет времени. Сегодня как раз речь пойдет о бизнесе, который может вам позволить иметь и то, и другое. Кто-то может подумать, что это так не бывает, но, поверьте, так бывает. Сегодня мы об этом поговорим. А в работе по найму есть много плюсов. Да, прежде всего, это низкая ответственность, это отпуск, это, ну, скажем так, минимальные какие-то вложения, да, но есть и минусы. И эти минусы основные, да, это как раз фиксированный доход, и вот этот график, который вы сейчас видите на слайде, да, это как раз основной минус, я считаю, работы по найму. Потому что, когда мы начинаем зарабатывать 19-20 лет, начинаем зарабатывать деньги, со временем наш доход растет. Это не та работа, о которой мы мечтали, это не та работа, которую мы хотели бы посвятить всю свою жизнь, но, как правило, мы потом со временем обзаводимся семьей. Может быть, кто-то покупает автомобили или квартиры в кредит, и мы понимаем, что нам нужны деньги, чтобы жить. И эти деньги нам позволяют жить некомфортно, но просто держаться на плаву. И как раз вот этот вот замкнутый круг, когда мы не можем ничего поменять, да, мы просто зарабатываем на жизнь. И, как правило, мало у кого остаются дополнительные какие-то деньги, кто может откладывать деньги, чтобы купить потом что-то более солидное, да, то, что может повлиять на нашу жизнь. Но приходит время, и когда нам 60-65, вот этот резкий обвал, он очень, ну, скажем так, очень большой стресс для людей, потому что приходится жить на сумму, которая в два, а то и в три раза меньше, чем ту, на которую вы привыкли. Да, если вы не скопили, если у вас не было какого-то финансового плана, если вы не имели, за это время не купили себе недвижимость, которая может приносить вам деньги, или не купили какие-то акции, то, скорее всего, будет такой обвал. От таких людей 95%, которые не планируют свою жизнь. Вы знаете, мне также было 18 лет, и я думал, что все будет супер, все будет классно, я буду богат. Потом, когда мне было 25, я точно так же еще думал, но я уже немножко задумывался, да. Когда мне стало 30, то я уже реально начал смотреть на вещи и понимал, что надо что-то делать, нужно срочно открывать свой бизнес. Да, но чтобы открыть свой бизнес, конечно же, нужны чаще всего наложения. Второй способ заработка, да, ну такая печальная картинка, да, происходит, когда вы приходите на пенсию, к сожалению, в нашей стране это так. Второй способ заработка – это традиционный, так званый традиционный бизнес, или же классический бизнес, или же линейный бизнес, по-разному его называют. Я знаю, что таких людей намного меньше, и я бы хотел увидеть, есть в чате люди, которые работают на себя, у которых есть свой бизнес, или же они предприниматели, ну те люди, которые на себя работают. Поставьте, пожалуйста, десяточку в чат. Или плюс, да, есть. Есть такие люди, таких людей всегда меньше, вам большой респект и поклон, потому что я знаю, что это нелегкий труд, потому что в нашей стране чаще всего не вы имеете бизнес, а бизнес имеет вас. И так получается, что это люди, которые прежде всего взяли на себя огромную ответственность, потому что чем больше у вас ответственность, тем больше у вас, ну, потенциал, скажем так, заработка, да, и большой минус традиционного бизнеса, да, что нужны, чаще всего нужны большие вложения, и вы несете постоянную ответственность. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, вы должны отвечать за персонал, вы должны отвечать перед различными, там, инстанциями, да, вы, я думаю, знаете, что у нас в стране это очень распространено, различные коррупционные моменты, и если у вас бизнес большой, то вам приходится еще его защищать. Поэтому, действительно, чем больше у вас бизнес, тем меньше времени, но с другой стороны, таких людей, как правило, около 10%. Это те люди, которые взяли на себя ответственность и организовали свой бизнес. Но из этих людей всего лишь 1% можно назвать действительно бизнесом. Что я имею в виду? Есть такое понятие предпринимательства, да, это когда у вас есть бизнес, то есть вы создали себе рабочее место. Вот я на данный момент в этом квадранте, да, кто читал Роберта Киосаки, вы меня сейчас понимаете. И всего лишь 1% это те люди, без которых бизнес может работать. То есть это те люди, которые могут уехать на несколько месяцев отдыхать, и бизнес их будет процветать. Они нанимают опытных менеджеров, они, самое главное, что они владеют системой. И эта система, это знаете, как можно носить воду ведрами, а можно построить трубопровод, и он будет работать, приносить воду без вашего участия. Это как раз вот те люди, которые построили систему. Очень популярен сейчас такой вид предпринимательства, как вид бизнеса, как франшиза, да, я думаю, вы знаете. Самый популярный пример это Макдональдс. Это мировой бренд, у вас есть четкая налаженная система, и она работает. И Макдональдсом может управлять, ну, скажем так, обычный человек. В то время, как вы можете тратить время на какие-то другие дела, потому что это бренд, да, и я знаю, что в Макдональдсе прописано все до мелочей. И как раз вот такую систему, как правило, чтобы купить, нужно иметь большие, большие вложения. И вы знаете, говорят, плохо слышно меня, да, но я буду, наверное, вот так вот немножко громче говорить, чтобы было прям всем очень хорошо слышно. Вы знаете, я задавал себе вопрос, как обычный человек, я, я в прошлом бармен, как я могу организовать свою жизнь таким способом, чтобы я мог получить то, что я говорил на первом слайде, да, отдых, путешествие, хороший дом, хороший автомобиль. И, с другой стороны, чтобы я мог это делать параллельно с основной моей работой, с основным моим бизнесом. И главное, у меня не было денег, да, я не мог вложить большие суммы на открытие своего бизнеса. И я не хотел рисковать, да, я не хотел брать какие-то кредиты в банке. Я понимал, что бизнес быстро не построить, мне нужно было несколько лет. Но не 40 лет, я не готов был ходить 40 лет на работу для того, чтобы выйти каким-то финансовым показателем, более-менее приличным. Я для себя открыл способ, который уже работает на протяжении более 50 лет. Это прямые продажи, это сетевой маркетинг. И я знаю, что в этот момент обычно, когда мы проводим в зале мероприятия, многие люди, но они показывают в своем лице такое выражение, что, о, господи, опять сетевой маркетинг. Я точно так же воспринимал это все дело. Я думал, что я знаю достаточно, чтобы не участвовать в этом деле. Я был не глупым парнем, когда мне первый раз об этом рассказали. Учился в аспирантуре и в этих делах немножко, ну, я думал, что я разбираюсь. Но когда я начал изучать цифры, когда я начал изучать книги, статистику, я понял, что это огромная индустрия, и вы видите, да, что вот здесь вот есть на слайде есть табличка, это рост товарооборота в прямых продажах, да. То есть вы можете посмотреть, что за 10 лет, ну, буквально в два раза вырос товарооборот сетевых компаний. Здесь идут только сетевые компании, которые входят в ассоциацию прямых продаж, да. То есть это компании, которые работают легально, по белому, качественным продуктам. И на сегодняшний день товарооборот сетевых компаний поднялся еще больше. И это говорит о чем? О том, что этот бизнес работает. Товары покупаются, и людям, наверное, они нравятся, и все больше людей присоединяются к этому бизнесу. И у меня был вопрос, как выбрать компанию, в которой можно построить такой долгосрочный бизнес, с одной стороны, да. Но с другой стороны, как выбрать такую компанию, чтобы еще рынок был, ну, относительно пустой. Это очень такой важный момент, потому что у меня был опыт в одной крупной американской компании. Она очень надежная, товары хорошие, все хорошо, но каждый второй уже или пробовал эти товары, или знает, у кого их купить. То есть большинство людей уже знает эту компанию. Да, и получается, что... Так, ребят, я смотрю, меня плохо слышно. Сейчас я буду сделать на микрофон. Может быть, это поможет. Все, сейчас микрофон на максимум. Надеюсь, что всем будет комфортно. И, вы знаете, я вышел таким образом на немецкую компанию, которая называется LR. LR Health & Beauty. Компания, которая работает уже в 33 странах и территориях Европы. И на данный момент она зашла в наши страны, буквально недавно. Этой компании будет 30 лет в мае. Это то событие, на которое мы едем. И для меня это был показатель. Я не готов был вкладывать свое время и свои силы в компанию, которая, может быть, через 2-3 года закроется. Сейчас очень много предложений на рынке. И очень много компаний, которые действительно не переживут в ближайшие несколько лет. Особенно в этот кризис. И почему я выбрал компанию LR, как раз сегодня я хочу вам рассказать. Это те критерии, которые были важны. Как вы понимаете, я сюда пришел уже не новичком, уже был определенный опыт. Прежде всего это стабильность. Товарооборот компании LR, начиная с 85-го года, он постоянно растет. Это говорит о том, что товары, которые производит компания, они нужны людям. Они пользуются спросом. И люди все больше и больше их покупают. Стабильность для меня это было первое. Второе, что очень важно, что в Украине, в Казахстане, в России компания LR относительно недавно и мало кто знает. Это легко проверить. Вы можете спросить у своих ближайших друзей, знакомых. Может быть, выйдите на улицу, проведите тест-опрос. Как правило, из 100 человек, может быть, 1-2 человека что-то слышали об LR. Если вы спросите, знаете ли вы другие компании, такие как May, Marikey, может быть, Ariflame. Это компании, которые давно уже на рынке, их уже многие люди знают и многие пользовались или пользуются этими продуктами. Это уважаемые компании, это хорошие компании, но, к сожалению, очень тяжело построить бизнес там, где уже насыщен рынок. И, скажем так, я пробовал. Для меня было важно, почему компания, да, вот иногда некоторые спрашивают, вот чем ваша компания отличается от других. И у меня на это есть очень хороший ответ. Это как раз уникальные факторы успеха. Это 5 факторов, которые выделяет компания. Первый фактор, безусловно, это база, это основа, для чего ни одна компания не сможет долго просуществовать. Прежде всего, это качественная продукция, произведена в Германии. Я думаю, ни для кого не секрет, что Германия делает качественные товары, да. И на этом слайде вы можете увидеть немецкие марки. Это заслуженные бренды, это торговые марки, которые мы знаем, прежде всего ассоциируем с качеством, да. Германия много лет работала на то, чтобы ее воспринимали как качественного, производить, как, скажем так, страну, которая делает качественные продукты. И у ЛР как раз огромный ассортимент, да, это огромный ассортимент продуктов. Самое главное, что это продукты просты, они эффективны и они очень доступны. То есть это продукты, которыми мы пользуемся дома. То есть наша основная задача просто сменить марку. У ЛР порядка 800 продуктов ежедневного спроса. Это продукты, скажем так, в двух направлениях, красота и здоровье. Это сейчас тренд, если взять все сетевые компании, то самые большие товарообороты делаются как раз в этих двух направлениях. Новые продукты. Новые продукты у нас появятся, новые продуктовые линейки появятся буквально уже в этом году. Мы будем, скажем так, одними из первых, кто увидим эти продукты, да. Это у нас будет очистка воздуха, очистка воды. У нас будет новая система по уходу за полостью рта и аппарат на косметологии. Более подробную информацию мы вам обязательно привезем с Германии. Если дальше, то очень важно для меня было также, что это продукты подтверждены сертификатами не только украинскими и российскими, да. А очень строгими сертификатами европейскими. Институт Фрезениуса это то, чем гордится компания особенно, да. Потому что это институт, который за 165 лет выдал немножко больше, чем 180 сертификатов, да. И это очень строгий такой, скажем так, институт, который, чтобы получить его сертификат, да. Нужно пройти, ну, от производства, да, то есть от сырья, да, от сбора урожая до упаковки, да. То есть институт это тестирует полностью на всех этапах. Дерматест это наши товары по красоте, как раз имеет такой сертификат. Сертификат по алое. Для моей жены был важен вот этот сертификат, да. То, что косметика, декоративная косметика компании LR входит в ассоциацию косметологов. И туда входят наряду с нашей маркой, да, с маркой LR. Туда входят такие марки, как Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Guerlain, Estée Lauder, MAC. Это все очень такие профессиональные, качественные марки, и они, ну, они известны. Самое главное, что LR это единственная сетевая компания, которая входит туда. Кому интересно, вы можете это все найти в интернете и все проверить. Второй фактор это звездная концепция. Знаете, тот фактор, который я вначале как-то не особо оценил, но начал, когда я начинал работать с LR, я понял, что все-таки люди покупают лучше, если есть бренд. И люди запоминают лучшее. Люди не запоминают, может быть, название, но они запоминают парфюм Брюса Виллиса. Это те люди, которые завоевали свое имя в шоу-бизнесе, в спорте, на подиуме. У нас есть разные звезды, и они совместно с LR разрабатывают свои парфюмерные линии. Это очень здорово работает для нас. Это можно проверить в интернете. Есть очень много роликов, есть очень много статей в журналах различных. И это все очень легко проверить. Вы можете это все в интернете найти. Это классно работает для нас, потому что ни одна сетевая компания не может себе позволить сделать такую звездную стратегию. Буквально несколько компаний, такие как Adidas, Nike и LR, сделали такую звездную стратегию с таким большим количеством звезд. Третий фактор – это справедливый надежный маркетинг план. Этот фактор понятен для людей, которые имеют опыт в сетевом бизнесе, которые немножко разбираются в цифрах. Но если так быстро пройтись, то я могу сказать, что у нас очень хорошая наценка – это 40%. Для людей, которые умеют и любят продавать, это очень здорово, потому что, грубо говоря, если вы покупаете парфюм за… Вернее, в каталоге, если парфюм стоит 520-530 гривен, то с продажи такого парфюма вы будете зарабатывать 150 гривен. Почему бы и нет? В наше время, я думаю, дополнительные деньги никому не помешают. Более существенная цифра, то, что меня привлекло, это 43,7% выплаты в сеть. Если сравнить с компаниями, о которых я сегодня говорил, то, допустим, OMB выплачивает 30% в сети. Reflame – 35%, Faberlic – 38%. Компания LR не единственная, которая выплачивает такую цифру, но она одна из немногих. И главное, что этот маркетинг-план сбалансированный. То есть, даже на начальных этапах вы сможете получать приличные деньги. Это очень хороший такой бонус, потому что, если у вас есть группа, скажем так, в какой-то компании, то вы с такой же группой при том же товарообороте будете просто больше получать в компании LR. Ну, хочу вам привести примеры, примеры людей, которые благодаря этому маркетинг-плану уже вышли на хорошие доходы. Я хочу вам сразу сказать, что то, о чем мы сегодня говорим, это никакой не эксперимент, это проверенная система, она уже обкатана во многих странах, и в том числе и в Украине, России, Казахстане. И очень много примеров людей, я сегодня буквально несколько хочу вам пролистать. Лариса Курилец, это женщина, которая живет в городе Питкорианта с населением в 11 тысяч человек. Посмотрите результат, ну, я думаю, это заслуживает похвал. При таком маленьком, в таком маленьком городке построить такой, ну, я считаю, очень хороший бизнес. Я знаю, что сейчас у нее квалификация серебряный лидер организации, ее доход порядка 10 тысяч долларов. Михаила Оксана Маланичева, это также российские партнеры. Это крупные бизнесмены, я знаю, что у Михаила был бизнес, у него, одним из его направлений, это была розничная сеть мобильной связи. У него было более 40 магазинов, и такие люди серьезные приходят в нашу компанию. Есть много разных примеров, разные люди с опытом сетевом, без опыта. Конечно, если у вас есть опыт, то у вас будет быстрее результат, скорее всего. Если у вас нет опыта, может быть, вам нужно будет больше времени уделить обучению. Но главное, что есть примеры, допустим, наших украинских коллег. Это Вадим Сокровищук, это предприниматель, который на данный момент, я знаю, что он живет на Кипре, он приехал с семьей. И что, мне кажется, показатель, это то, что этот человек видит, у него есть такое видение будущее, он понимает, что происходит сейчас в Украине, и он прилетает с Кипра, чтобы строить бизнес здесь. Я думаю, это очень хороший показатель к тому, к чему может привести бизнес. Конечно, эта диаграмма, сейчас у него доходы уже намного больше, но вы можете посмотреть, что начиналось все с небольших доходов. Это наша с женой диаграмма. Мы также на пятый месяц уже у нас получился доход более 10 тысяч гривен. Но были разные моменты, были падения, группа у нас в Донецке большая. И на сегодняшний день доход уже поднялся, но тем не менее, вы должны понимать, что это бизнес. Здесь не может быть все прям четко, гладко. Наталья Николаева – это человек, который ворвалась в наш бизнес буквально несколько месяцев назад, и она показала своим примером, что в ЛР можно зарабатывать хорошие деньги быстро. Я думаю, что это такой действительно показательный пример. На четвертый месяц это уже было больше, чем 17 тысяч гривен. Сейчас я знаю, что доходы еще больше выросли, и это просто заслуживает больших похвал, потому что в сетевом бизнесе, как правило, большие доходы приходят через несколько лет. Валерия Иноземцева и Игорь Сулица – это наши земляки, это люди, которые пришли в бизнес ЛР. И вы можете посмотреть, да, полгода у них практически не было приличных доходов, да, но я знаю, что они делали работу, они проводили встречи, и они не останавливались. Самое главное, что многие люди приходят несколько месяцев, нет результата, и они опускают руки. Эти люди не остановились, у них большое видение, и они на сегодняшний день это люди, которые открыли лидеры организации, да, и доходы у них еще больше выросли. И это как раз очень хороший пример, что нужно не останавливаться, нужно просто делать работу, и результат рано или поздно он придет. Андрей и Евгений Охарольский – это наши спонсоры, это, скажем так, люди, которые нас привели в этот бизнес, и я им за это очень благодарен. И Андрей и Женя сейчас на данный момент живут в Польше, они могут себе позволить, они в квалификации серебряный лидер организации. Я знаю, что их доходы уже там порядка 100 тысяч гривен, и несмотря на кризисную ситуацию в Украине, несмотря на, скажем так, тяжелую, нелегкую обстановку, они показывают своим примером, что можно построить бизнес буквально за полтора-два года, и чувствуют себя очень комфортно, и можно путешествовать в любую страну. И мне кажется, это такие примеры, они очень вдохновляют. Но я хотел бы завершить примером, который меня больше всего вдохновляет, это пример из Германии. И вы знаете, это человек, который пришел в ЛР, будучи школьником, и он начал делать работу, даже на этой диаграмме вы видите, что через год это уже были приличные деньги, это порядка трех тысяч долларов, и несмотря на свой возраст, он, Хольгер Кунат, делал работу, и у него был результат. Он пошел в армию, я знаю, что в армии многие люди уже задумывались, чем же ты таким занимаешься, что у тебя есть доход, ты в армии. Да, там в Германии на выходные они приходили домой, и он на выходные строил бизнес. Показательнее, наверное, следующий слайд о том, что прошло 22 года, и этот школьник уже не школьник. Посмотрите на доход, да, это, я знаю, что мы, у нас, нам посчастливилось быть на онлайн обучению от этого человека, его доход был 285 тысяч евро буквально несколько месяцев назад, где-то полгода назад, и доход постоянно растет. Вот, да, вы можете посмотреть на стиль жизни этого человека, вы можете посмотреть на то, в каком доме он живет. Сейчас слайд переключится. И меня очень вдохновляет то, что этот человек делал одну и ту же работу, то есть он подключал людей в первую линию, и... Друзья, как слышно, поставьте цифру в чат. Есть звук, да? Поставьте цифру в чат, если меня слышно хорошо. Есть. Отлично, поехали дальше, какая-то заминка. Вы можете посмотреть на стиль жизни, стиль жизни Хольгера Куната, да, это автомобили, о которых любой мужчина, я думаю, может только мечтать. Это дом, это, ну, замечательная семья, и я думаю, что это показатель того, к чему может привести этот бизнес, да, потому что я знаю, что Хольгер Кунат на сегодняшний день уже 24 или 25 лет в бизнесе, и я знаю, что многие люди за 25 лет, если они ходят на работу, то чаще всего они не меняют стиль жизни так сильно, чаще всего они вообще его не меняют. Поэтому вот к чему может привести сотрудничество с ЛР, если вы будете этим профессионально заниматься длительное время. Четвертый фактор – уникальная автоконцепция. У нас в семье был автомобиль, для меня автомобиль был инструмент, и так получилось, что мы с женой там буквально на пятый месяц уже ездили на Volkswagen от компании ЛР, но меня поразило то, что автоконцепция очень доступна в ЛР. И вы можете посмотреть это все на цифрах. Буквально за несколько лет было выдано более 800 Volkswagen, более чем полторы тысячи Mercedes и 60 Porsche. И это классный инструмент, это то, что привлекает многих партнеров в наш бизнес. И здесь вы на слайде можете видеть, это наши украинские партнеры с разных городов, это те люди, которые уже являются владельцами Volkswagen в поло, и сейчас туда добавились многие другие люди, и, конечно же, это очень здорово, это радует. Несмотря на ту ситуацию, которая сейчас в Украине, да, она, конечно, немножко нам тормозит автопрограмму, потому что вы знаете, сколько сейчас стоит автомобиль, да, и как тяжело оформить какой-то кредит или лизинг, да, но я думаю, что это все наладится и все будет отлично. Посмотрите, какие результаты в России за буквально чуть больше, чем за три года, почти 2000 Volkswagen, 120 Mercedes и, ну, мне кажется, есть еще два Porsche. Это очень классные результаты, и мне кажется, что в городах России сейчас ОЛР все больше и больше узнают. Даже у нас в Днепропетровске там несколько автомобилей, но иногда люди все-таки узнают, они мне звонят, говорят, мы видели, видели тебя, я говорю, да нет, это был не я, это другой автомобиль. Друзья, поставьте, пожалуйста, еще раз цифру в чат, если меня слышно хорошо. Отлично, да, поехали дальше. Следующий фактор, это пятый фактор, это топ обучения и высший сервис. Это тот фактор, который для меня был очень важным, я понимал, что большой бизнес не построить, если нет системы обучения. Да, я говорил вам, у меня есть чем сравнить, здесь ОЛР чем уникальна, тем, что есть обучение как от лидеров, от системы, да, обучения, так и от компаний. Буквально на менеджерской квалификации, там, когда ваш товароборот совсем небольшой, там, порядка двух тысяч долларов, то вы уже можете попасть на квалификацию, на квалификационную встречу к Томасу Херсону, да, это директор компании по международному развитию. И вы сможете обучаться у такого человека с таким огромным опытом, да, он вам по полочкам разложит весь маркетинг-план. Поставьте, пожалуйста, цифру в чат, поставьте десяточки тех людей, которые были уже на Академию Томаса Херсона. Я имею в виду Академию младших менеджеров. И мне кажется, это то, это то, что нужно, там должен быть каждый партнер. Вот когда ты побываешь на Академии младших менеджеров, ты понимаешь, в каком бизнесе ты, насколько масштабный этот бизнес, насколько глубокий и справедливый наш маркетинг-план, и какой можно поставить, построить бизнес с ним. Это как раз фотографии с этих мероприятий, да, мне приятно, что там были мои партнеры. И хочу вам сказать, что нас ждет уникальное мероприятие, буквально на следующей неделе в городе Одесса будет такая же Академия, но эта Академия будет нашей системы, от системы 21. На этой Академии будет Генри Хердман, это человек, который побил все рекорды в ЛР, который пришел и буквально за несколько лет сделал то, что многие партнеры не могли сделать за 10-20 лет. Этот человек является первым обладателем Порше в России, это человек, который за 30 месяцев прошел всю карьерную лестницу, это человек, у которого мы учимся, и который является нашим вышестоящим спонсором. Вы знаете, многие люди хотели бы попасть на эту Академию, которая будет 19 апреля. Не все смогут, потому что для этого нужно сделать уровень младшего менеджера, как минимум. Но 18 апреля может попасть любой человек, стоимость мероприятия 150 гривен в отеле морской, в Одессе вы сможете туда прийти, и главное, что вы сможете привезти туда своих партнеров и своих кандидатов. Знаете, когда в Днепропетровск приезжал Генри Хердман, мы смогли туда вывезти на это событие более чем 70 человек. Не мы лично, это вся наша команда была. Люди приехали с разных городов, в том числе и с Одессы. И благодаря этому мероприятию мы сделали уровень младшего лидера группы, и вы видели, наш человек был очень резко вырос, как раз благодаря этому событию. Поэтому, друзья, не упустите это событие, не упустите это обучение и эту возможность. Ну, конечно же, партнерам из Одессы повезло вдвойне, потому что им не нужно никуда ехать. Мы планируем ехать, у нас едут партнеры не только из Днепропетровска, а едут партнеры из Винницы, едут партнеры из Мелитополя и даже из других стран. Поэтому, друзья, постарайтесь быть на этом событии и привезти, конечно же, с собой людей. У нас есть четкая система, да, то есть обучение, у нас есть школы, вот такие вот онлайн мероприятия. У нас есть, как правило, по четвергам в крупных городах уже есть стартовые семинары, куда вы можете привезти своего кандидата, и он услышит информацию от более опытного партнера с результатом. У нас есть бизнес-дни. Бизнес-дни проходят в крупных городах. Я знаю, что ближайший бизнес-день в Одессе, да, 26 числа бизнес-день у нас в Днепропетровске, 26 апреля. И узнавайте в своих людей, которые вас пригласили на этот вебинар, ближайший бизнес-день, который будет в вашем городе. Как правило, стоимость бизнес-дня, ну там, буквально 50-80 гривен, но вы сможете многое для себя узнать. Также есть у нас системные диски. У нас есть, я вас обрадую, буквально через неделю в Одессе будет у нас уже руководство по увеличению доходов. У нас есть руководство по продуктам от компании. У нас есть очень много инструментов для того, чтобы вы могли эффективно строить свой бизнес. Но если подвести эти все факторы, то мне кажется, главный, да, в Виннице будет бизнес-день от компании. Действительно, спасибо, что подсказали. Это будет бесплатный бизнес-день 25-го числа. Друзья, если вы житель Винницы или ближайших городов, вы можете попасть на день открытых дверей абсолютно бесплатно в Виннице 25-го числа, 25 апреля. Главная выгода, да, и мне кажется, здесь вот двойственно, потому что это не всегда выгода, иногда это мешает нам строить эффективный бизнес, это как раз очень доступный старт. Для того, чтобы начать этот бизнес, вы начать этот бизнес можете буквально с 500 гривен. Конечно, если вы хотите эффективно строить бизнес, вам нужно стартовать не просто за 500 гривен купить Starbucks и набор документов каталогом, вам нужны еще продукты. Вам нужно еще, помимо продуктов, инструменты, да, то есть нормальный старт в компанию это порядка, ну, от 2,5 до 4 тысяч гривен. И на счет этого есть отдельная школа, как правильно стартовать, какие продукты взять, и вы задайте свои вопросы, эти вопросы человеку, который вас пригласил. Но основная задача, основной плюс этого бизнеса, что сюда не нужно вкладывать десятки тысяч долларов, как традиционный бизнес или как во франшизу. Но это является одновременно и минусом, потому что в этот бизнес планка настолько занижена, что сюда иногда приходят люди, не нацелены на серьезную работу. Они приходят поиграться, они приходят, ну, а вдруг получится, знаете, вот как в лотерею играют. И поэтому очень такой небольшой процент людей достигает высот в этом бизнесе. Поэтому, друзья, если вы хотите эффективно быть в этом бизнесе, стартуйте, конечно же, задайте вопросы у нас, посмотрите школу, как правильно стартовать. Ну, и напоследок хочу вам привести пример, наш пример с супругой, как было у нас. Когда мы стартовали, мы взяли себе продукты больше, чем на 3000 гривен. Мы заменили продукты, которыми мы пользуемся дома, для того, чтобы получить результаты, чтобы мы могли убедиться в качестве этих продуктов, чтобы мы могли смело их рекомендовать своим знакомым. Буквально через неделю мы включились, мы начали проводить встречу со своим спонсором, и в первый месяц мы подключили в этот бизнес двоих людей. Буквально на следующий месяц у нас в первой линии, то есть лично подключенных было 6 человек, но они подключали своих людей в группе, мы им помогали в этом, и в группе у нас уже было 19 человек. Мы уже вышли на автопрограмму, и мы продолжали помогать своим партнерам. И буквально на пятый месяц в декабре у нас было 18 человек, то есть мы помогли 18 людям стартовать в этот бизнес. Не все эти 18 людей были настроены на бизнес, и не все делали какую-то работу. Кто-то был просто потребителем, кто-то пришел в бизнес, и буквально на следующий день он уже передумал. Это нормально, многие люди в этом бизнесе, ну они несерьезно настроены, и не будут делать большую работу. Но большинство людей будет просто покупать эти продукты со скидкой. И как раз в декабре наш доход уже привалил за 10 тысяч гривен, мы сделали уровень 21%. Да, вот вы видите, это был чек больше 11 тысяч гривен. И как раз этому очень сильно способствовало мероприятие, которое было организовано в Днепропетровске, на которое был приглашен Генрих Эрман. Ну, ваши выгоды очевидны. Да, качественные продукты из Германии, экономия 40%, когда вы подключаетесь, вы покупаете не по цене каталога, да, а без этой 40% наценки. Это можете вы превратить в быстрые деньги, то есть купил дешевле, продал дороже. Если вы любите продавать, у вас это получается. У нас есть классные инструменты для продаж, поэтому в наше время, мне кажется, это очень классно. Неограниченный доход, и на примере Холли Ракуна, я думаю, вы убедились, что здесь есть очень большие деньги. Автопрограмма – это классный инструмент. Обучение бизнесу, мне кажется, это один из самых важных факторов, потому что то обучение, которое вы здесь получаете, практически бесплатно, вы не сможете получить где-то на стороне. Потому что то обучение, которое вы здесь будете иметь, вам поможет в любом бизнесе, вы будете преуспевать. Если вы сейчас владелец своего бизнеса, и вы хотите развиваться, но не планируете стартовать в ЛР, я вам просто рекомендую поедьте на тренинг Генриха Эйрдмана. Поприсутствуйте на этом обучении, почитайте рекомендуемую литературу, которая есть в нашей системе. Ну и доступный старт, да, это такие ваши выгоды. Но я знаю, что у многих будет вот такие вот в голове, наверное, сопротивления, многие что-то испугают, кто-то скажет, у меня нет времени, кто-то скажет, у меня нет денег. А я скажу так, если у вас нет времени, и тем более нет денег, вам нужно срочно делать что-то со своей жизнью. Вам нужно срочно что-то менять. Если вы не можете найти несколько тысяч на старт в бизнесе, тем более нужно что-то менять. Как правило, эта ситуация длится не один, а то и бывает и один десяток лет. Поэтому задумайтесь над своей жизнью, к чему вы идете. Подумайте, как ваша жизнь изменилась за последние несколько лет. Если у вас нет знаний, то поверьте, вы сможете здесь их приобрести. Если вы думаете, что не получится, вы просто попадите на бизнес-день, вы увидите, сколько людей самых разных. И знаете, когда я пришел на такое событие, я подумал, ну если у них получилось, у меня точно получится. Потому что у нас есть люди вообще без образования, да. У нас есть люди самых разных возрастных категорий. Поэтому обязательно посетите события. Что бы мне подумать, но здесь даже комментировать не стоит, потому что это, мне кажется, это такие вопросы задают люди, не уверенные в себе. И если вы почитаете или послушаете истории успеха успешных людей, то вы поймете, что это все люди, которым было, в принципе, без разницы, что о них подумают. Поэтому, друзья, это ваша жизнь, это ваша возможность, и вы вправе, скажем так, делать то, что вы хотите. Как мы можем помочь? Как наша система может помочь вам осуществить вашу мечту СЛР, да? Ну прежде всего мы вам поможем поставить цель, да, если у вас есть какие-то мечты, мы сможем создать, поставить вам цель, создать план, у нас есть четкие инструменты, научиться. Вы сможете научиться на наших мероприятиях, вы сможете научиться прежде всего на бизнес днях и действовать. Вот действовать, это будет зависеть от вас, если у вас будет четко сформулирована первая цель, да, то есть если у вас будет понятная цель, и если будет план, вы будете уметь это делать, то понятно, что вы сможете действовать, мы вам поможем в этом плане, потому что мы заинтересованы в вашем успехе. Ну и скажем так, хочу вот на вот этом слайде еще раз остановиться, да, о том, что если вы хотите путешествовать, если вы хотите повысить свои доходы, если вы хотите хорошо выглядеть, иметь свободное время, построить дом своей мечты, дать образование детям, может быть, помочь близким, то LR это вариант, это тот шанс, который не стоит упустить, потому что, знаете, пройдет 5-7 лет и в любом случае вы будете встречать автомобили с логотипами LR, вы сможете увидеть эти продукты у своих знакомых, может быть, кто-то вам каталог вручит, может быть, вам кто-то подарит аромат от Брюса Виллиса, в любом случае вы не сможете пройти мимо, да, вы на это все обратите внимание, я вам предлагаю просто разобраться в этом бизнесе, я вам призываю вас разобраться в этом бизнесе, да, вы можете, лучшая возможность, чем посещение бизнес-дня, просто нет, вы можете, конечно, много информации задавать своему спонсору, изучать информацию в интернете, но лучше всего посетить один раз бизнес-день и вы увидите, к чему может привести сотрудничество с компанией LR. На этом я заканчиваю нашу презентацию, да, у нас сейчас будет вторая часть, мы сделаем буквально двухминутный перерыв, мне было очень приятно работать для вас, если та информация, которую сегодня я вам пытался донести, была вам полезна, ставьте плюс в чат, мне будет очень приятно. И еще раз хочу поздравить вас с праздником, я хочу пожелать вам больших-больших успехов, больших достижений, главное, чтобы вы не останавливались. Партнерам хочу пожелать как можно больше первых линий и людям, которые принимают решение, как можно быстрее примите его, не откладывайте надолго, примите в течение максимум двух-трех дней. У меня все, увидимся через две минуты с партнерами, потому что у нас будет школа очень важная, но те, кто захотят посетить эту школу, конечно, можете посещать. Через две минуты увидимся. Спасибо.